Здравствуйте, друзья! Компания Алям, Дмитрий Кузнецов на связи. Очередной диалог достаточно долгий с сотрудником банка Тинькофф и четкая конкретная позиция автора. Спасибо автору, выкладываем уже не первый его ролик. Любой так может, не надо только бояться. Сейчас на фоне происходящих событий, я имею в виду те события, которые на данный конкретный момент, вот сегодня у нас 17 сентября, происходит с банком Тинькофф. Я думаю, что сейчас все больше и больше количества людей сможет подобным образом разговаривать. Итак, поехали, слушаем диалог со специалистом в кавычках банка Тинькофф и обычного человека, который считает, что его обманывают и поэтому не хочет платить за обман тем людям, которые, скажем так, позиционируют себя с позиции помощников, на самом деле, самые настоящие разбойники. Ну, давайте послушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Че, че, че? Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Руслан Сергеевич, правильно? Да. Звонок из банка Тинькофф. Меня зовут Сандр Николаевич, кредитный инспектор отдела реструктуризации. По поводу ваших обязательств в банке Тинькофф в зонах поступает. Что случилось, скажите? Почему оплату не производите? Да вы че мне каждые полчаса звоните? Вы че сегодня с ума сошли там, что ли? Ну, к решению-то с вами не пришли, да? Видишь, сегодня общались. Так у вас обязательства открыты в просрочке. А почему у вас сотрудники такие нервные бросают трубку? Нервные бросают? А что произошло-то? Ну, а я не знаю. Так. Что случилось вообще? Почему в просрочку попали, скажите? По какой причине? У меня устало-то говорить каждые полчаса, говорить в течение каждого дня. Вы че? Так производите оплату, решите этот вопрос. У вас шанс, возможность была урегулировать, это все еще 11 числа, соответственно. Предлагали вам вот льготную программу, получается, по изменению вашего тарифного плана. Почему не согласились? Потому что мне юристы сказали этого не делать. Юристы сказали? А вы договор с юридической компанией заключили, получается? Ну, а какая разница вообще? Ну, вы просто потратили деньги в банке Тинькофф. Какой вопрос у вас у юристов, можно было уточнять, просто непонятно. О чем здесь банк Тинькофф и юристы? Ну, вы же у юристов по банку Тинькофф спрашивали, правильно, какую-то информацию? Нет. Вам юристы сказали не делать этого. А что сказали ваши юристы, скажите, Руслан Сергеевич? Мне сказали, что должны быть документы на любые движения, там, средств моих. Движения. То есть, должны быть все подкреплены бумагой, подписями, подчатями. Вы мне предлагаете оплатить, и потом все, какая-то программа поменяется, там, что-то, т.д. И потом мне вышит по почте какую-то бумажку. Так, подождите, вам то, что предлагали коллеги, это изменение тарифного плана. У вас договор, в первую очередь, не меняется. А у вас, получается, только не будет расходных операций, не будет платных услуг, соответственно. Будет долг зафиксирован. Вся информация будет отражена в счет выписки. Документ, который, соответственно, формируется ежемесячно и направляется вам каждый месяц. Сегодня, кстати, счет выписка у вас формируется, сегодня 13 число. Ну, я все равно не особо понимаю вот это вот. Но в счет выписка, ответ на ваш вопрос, Руслан Сергеевич, в счет выписка. В счет выписки информация... Ну, а если она не поменяется? Как не поменяется? У всех клиентов по льготной программе меняется, а у вас не поменяется? Как такое может быть? У меня вот такой сомневающийся клиент. Вот она не поменяется. Ну, тогда у вас есть ваш тарифный план, согласно которому вы должны вот сейчас 25 тысяч 400 рублей внести, чтобы восстановиться как клиент. Ну, получается, мы приходим к тому же самому, что все ваши реструктуризации, это так, просто повод для того, чтобы я заплатил 25 тысяч, там, скажем, какие-нибудь. Да почему? Все клиенты платят, ни у кого никаких претензий не возникает. Люди, которые заинтересованы, Руслан Сергеевич, вам скажу, вносят платеж и нужно, если действительно их нет финансовых трудностей, сутки. Самый заинтересованный клиент. Я уже говорю, я в декабре месяце отправил вам пакет документов, большой и толстый, все разъяснил, попросил предоставить мне документы по моему счету. Мне прислали ксерокопии, причем некачественные, с буклетика какого-то там Тинковского и все. А что вам нужно было, какой документ вам нужен был? Ну, я запросил там целый перечень документов, какие по моему счету, по моим выпискам, по всему всему. А мне прислали, знаете что, прислали мне выписку, какие по карте совершались там оплаты, покупки и так далее. Хотя я просил 21 документ, среди них есть очень такие интересные и важные документы, банк мне их предоставлять не хочет. Банк не можешь присылать, вот сегодня говорю, я опять скажу вам, вот прислали открытку такую, непонятное содержание, пропал сон, оплати долго, спи спокойно. То ли это угроза, то ли ничего, стихами тут написано. Вот это банк может прислать. То есть им не жалко. Угроза это когда жизнь и здоровье, Руслан Сергеевич. Угроза в открытке, но никакой угрозы нет. Уносит уведомительный характер. Ну вот, а уведомительный характер. Юридически никаких порушений нет. Вы не хотите, вы хотите работать в уведомительном характере, а вот официально вы не хотите сотрудничать. Руслан Сергеевич, у вас есть вообще денежные средства, чтобы платить в банк Тинькофф, скажите? Может быть это просто причина, чтобы не платить деньги в банк Тинькофф? У вас есть причина? Я веду диалог с банком в официальном формате, который закреплен в законодательстве Российской Федерации. Телефонные разговоры, то, что они записываются или нет, это не официальный формат, я могу вообще на них не отвечать, еще что-то там, ну, могу разговаривать фривольно и так далее. Банк в официальном формате, со мной разговаривать не хочешь. Мне вот эти звонилки звонят каждый день, предлагают, и это хорошо еще вот по реструктуризации, вы там, у вас нет вроде разногласий с коллегами. А то бывает, один звонит, одно говорит, второй звонит, угрожает, третий звонит, еще что-то, куча смс-ок, вот открыточек, бумажечек всяких. По существу ничего. Я хочу разговаривать по существу. Как по существу? Сегодня вносите, пожалуйста, сегодня вносите. Вы опять колдой, вносите, 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 вносите. Я говорю, я в официальном формате пытаюсь общаться с вашим банком, официально. Банк со мной не хочет официально ответить. Почему? Если вы делаете запрос, если коллеги, соответственно, отправляют вам данные, все данные вам направляют, в соответствии с вашим запросом, коллеги рассматривают информацию. Никто, не, мне прислали, вместо того, банковских выписок, на какие счета, куда я плачу, как уходят проценты мои, дебет, кредит и так далее, мне прислали выписку по оплате по карте, выписали там, в такую-то дату, такая-то сумма что-то была там-то потрачена на заправке, там, в Лукоил, грубо говоря, там-то еще что-то. Но это с Филькина грамма, это не документ, который... А у вас в чем сомнение-то, Руслан Сергеевич, что эти документы, соответственно, как помогут решить вам вопрос по банку Синьков? Я по закону имею право получать всю информацию, касающуюся меня. Я с вами не спорю, да, вы имеете право, но она пока не помогут в решении вашего вопроса, как она не помогут. Поможет она, не поможет, это же мое дело. Ну просто я буду спать, я увижу и скажу, о, вот банк, вот это отличный банк, я неправильно поступаю, что я не плачу вовремя, я пойду и оплачу. Но банк не хочет это делать. У вас доход сейчас сколько составляет, скажите, Руслан Сергеевич? Вы работаете, продустроено? Это нет, это уже второстепенно, это уже мы приходим... Да нет, документы, пожалуйста, если вам выписки нужны, какие-то выписки, я вас на коллег переключу после моего разговора со мной, соответственно. Вам, пожалуйста, выписки за какой-то определенный период направят. В этом трудности никаких нет. 23 декабря я отправил заявление с просьбой, с требованием предоставить мне эти документы, которые обязаны мне предоставить по закону. Это касается моего счета, моих персональных данных, моих банковских отношений там с вашим банком. Это мое право их просить и требовать. Банк мне не хочет это давать. 23 декабря. Ладно, уберем праздники. 11 числа вы их января получили. Друзья, прошу вас прощения, да, вот вклиниться чуть-чуть, ну, немножко прокомментирую. Вот что вот непонятно, вот совершенно очевидные у человека требования. И проследите, как сейчас этот упырь будет умным голосом включать дурачка и выставлять, пытаться выставить человека в нехорошем свете. Вот вы платите и все, что в этом присылают, да, всем известно, Тинькофф что присылает, всякие отписки какие-то, вот эти вот ксерокопии непонятные. Четко конкретно закон о защите прав потребителей, 29 статья. А если человеку оказывается услуга некорректна, он может на любом этапе прекратить оплачивать эту услугу. Естественно, взносы по кредиту это можно расценивать как оплата услуг банка, да. То есть, приостановить, пока не предоставят все необходимые документы, сертификаты, выписки, там, я не знаю, все, что касается данной конкретной услуги. А этот вот упырь, смотрите сейчас, как будет исполнять, выкручиваться, как вот уш на этом вертеле, да, вот на, блин, вот, слушайте. Буквально там две недели назад я получил, говорю, вот эту ерунду, которую мне прислали, ксерокопию некачественную с вашего буклета. Так, я не понимаю, суть вопроса, пожалуйста, если вам нужны выписки... Вы мне сейчас, вы мне сейчас, вы мне сейчас говорите, что... Я не понимаю, выписки вам отправят, пожалуйста, в чем проблема-то? Да какие выписки? В чем суть вашего вопроса-то, что вам нужно, в чем у вас сомнения-то? Вы ищите причину, мы включаем просто, тут вам документы, то, извините. Ваш председатель Александров не может мне это выслать, я ему направлял личное письмо, потому как он не может только работать без доверенности. Но вы сейчас предлагаете мне переключиться на, там, опять же, колл-центр и решить это все по телефону. Вам выписки так же направят, пожалуйста, в Почту России. Я же просил, почему меня не отправили? Кого вы просили? Я просил выписки, я говорю, 23 декабря я отослал документы. 11 января вы их получили, там, 12, я не помню точно. И до сих пор вы мне ничего не прислали, а сейчас вы мне говорите, а что за проблема? Так, Руслан Сергеевич, пожалуйста, я вам говорю, давайте сейчас с вами договорим, к решению придем. Вы мне актуальные данные в первую очередь предоставите. Нет, к решению не придем. И, пожалуйста, в выписки никакой трудности нет направить. Выписки за какой-то период... Почему вы, в января месяце, не могут их прислать? Я не знаю, почему. Обращайтесь в банк по телефону, вам всегда направляют. Никаких трудностей нет, никогда направить документы. Если вам нужны действительно выписки и какая-то информация. Да зачем мне телефон? Как это? Это вообще по телефону нельзя, телефон могут прослушивать. Вам направят выписки на электронную почту, либо Почту России, если вам действительно выписки. Почта России нет, у меня даже электронная... Давайте сейчас этот решим вопрос. Что у вас электронная почта? У меня даже вот электронная почта была указана, все данные, мой адрес. Давайте уточним, какая почта у вас сейчас актуальная. Я не могу по телефону говорить, я... Может, мне прокручат... А как вам документы направлять, Руслан Сергеевич, как вам документы направлять? Я же отправил письмо, вы там галочку сделаете. Так, давайте хорошо актуализируем. Где галочку-то сделать? Ну, я не знаю... Данные необходимо актуализировать, данные имеют свойство меняться, это вы сами хорошо понимаете. Почту можно изменить, адрес можно также переехать. Я вам заявляю, что я ничего не менял. Ни почту, ни адрес. Хорошо, давайте с вами актуализируем данные полностью. Назовите адрес сейчас фактически ваш, где проживаете. По телефону я ничего не буду говорить. На основании вашего договора в банке Синьков вы должны предоставлять актуальные данные. Я думаю, что... Условия комплексного банковского служения. Этот пункт я нарушаю. Нарушаете, а почему? Потому что по телефону... Ну, у меня такая фобия, знаете, везде заговор мерещится, и что мои данные уйдут куда-то на прослушку. Сейчас в телефоне сидит кто-нибудь и слушает. Ну, что с вашими данными? Хорошо, что с вашими данными? Ну, они уйдут. Мой адрес, мой телефон, еще что-то. Еще я сейчас буду вам диктовать. Ну, и дальше-то, что хорошо, уйдут. Куда они уйдут-то, я так не понимаю. Ну, я не знаю, куда-то уйдут. А что вы придумаете, куда они уйти-то могут? Я вам заявляю, у меня ничего не поменялось. У меня все тоже самое. Там мне нужно, в первую очередь, чтобы вы документы получали от банка Синьков. У вас претензий к банку много, то, что вам не отправляют какие-то условия до, получается, предоставления, потом по выпискам. Тем не менее, от вас никаких действий по платежам нет. Вы просто, получается, три месяца от вас не поступают деньги в банк Синьков. Потому что банк законно удерживает от меня мою информацию. Я не могу с ней ознакомиться. Он незаконно удерживает всю информацию по моему счету и так далее, что я перечислил, какие документы я правил. Незаконно? Ну, а что он... Какой закон нарушается, Руслан Синькович? Незаконно? Нарушение закона. Я сейчас, к сожалению, не смогу, потому что я в праве полностью получать информацию о своем счете. Да вам выписки на электронную почту должны направляться. В любом случае, каждый месяц у вас должна... Есть выписка. Электронная почта, она никак не фигурирует. Если мы пойдем сейчас в суд, допустим, вы пойдете в суд и скажете, это злостный деплательщик, Руслан Сергеевич, и пойдете в суд, я что буду показывать? Электронную почту или записи разговоров? Это будет... Так, а почему... Хорошо, при чем здесь суд? Сейчас в рамках банка вопрос решается. При чем вы на суд посылаетесь, Руслан Сергеевич? При чем здесь суд? Вы уже очень далеко, уже в суд, и что-то сюда не дошло дело. Суда меня уже, знаете, как грозились ваши коллеги. Там меня уже... Ну, я думаю, уведомляли от средств. И оформляли, и что только не делали. Поэтому я говорю, мы вполне вероятно все будем решать в суде. И мне нужны эти документы. Вы мне их не даете. То есть вы хотите в суд обращаться или кто? Да я не хочу. На данный момент в судебном порядке в рамках банка мы намерены с вами вопрос урегулировать в добровольном порядке. Вот программы, которые предлагает либо я, либо мои коллеги. Так я тоже хочу в добровольном. Так я тоже хочу в добровольном. Я вам сказал, Руслан Сергеевич, люди, которые хотят... Про реструктуризацию я вам ответил, да, что я сомневаюсь в каких-то там правомерных действиях, что в случае чего, говорю, мне нужен документ, там, какое-то приложение к договору, или как он будет называться, я не знаю. Но он должен быть, что выписка по почте, это какая-то, это все, опять же, ерунда, потому что мне... Почта России, выписка, пожалуйста, заказывайте, почта России. Потому что мне выписка, ту же выписку, которую я просил, мне не могут предоставить. Я ее просил, мне не могут предоставить. Сейчас я говорю, выписка. Выписка вам, пожалуйста, никаких проблем. Выписки мы направим вам за определенный период, нет трудностей там. Прям хочется нецензурно выражаться, друзья. По-моему, человек раз пять уже сообщил, что он заказал ее, давно заказал, официально, письмом, где указал свой адрес, куда он хочет получить эту выписку. Все четко разложено, по-человечески. Не, ну, вы посмотрите, как может быть, ну, что вот у этого дундука в башке-то, вот, он почему так юлит, а? Неужели он действительно, прям хочется верить, что он действительно своим словам полностью доверяет, верит сам себе и верит в непогрешимость, как он говорит, коллег своих вот этих сотрудников, такого же звена вот великолепного. Ну, давайте дальше слушать. Если честно, немножко аж подбрасывает от такой безнадеги. Выписка вообще должна быть по-другому, не так, как присылается это на почту. Выписка, это немножко другое, это должно быть с печатями, с подписями, с бухгалтерами. Ну, с нашей стороны, Руслан Сергеевич, никаких нарушений со стороны предоставления банков нет в любом случае. Я хочу это в этом учить, и поэтому попросил документы. Понимаете, я же попросил документы для чего. Так, а в документах дело, Руслан Сергеевич, скажите, у вас, я на сколько понимаю, финансовые трудности в первую очередь-то? Да финансовые я там перезаймусь как-то, там, урежусь еще что-то, и мы решим... Ну как, если бы вы хотели вопрос выщить, я думаю, вы бы давно уже внесли денежные средства, если вы заинтересованы в изменении вашего тарифного плана. По примеру, вот вы ссылаетесь на приложение, Руслан Сергеевич, о каком приложении может идти речь, у вас договоры не меняются, у вас меняются условия обслуживания в банке Синьков. Условия обслуживания не меняются, у вас меняется там в компьютере, там, пару галочек вы убираете, а для меня меняется это, вот как вы мне предлагаете, что это убираются штрафы, пень, единственный штраф там... Почему штрафы убираются, почему штрафы должны убраться, кто вам такое сказал, я первый раз такое слышал. То, что вам предлагали, ваш долг фиксируется, картой пользоваться невозможно, и в рассрочку погашаете свой долг. До седьмого числа каждого месяца платежи у вас должны быть. Да, и дальше, что там дальше идет по этому счету, там проценты уменьшаются, то есть уже там не сколько-то, не это полтора процента, как мне объясняли ваши коллеги. Почему полтора? Вам вообще предлагали вот изменение именно тарифного плана текущего, то есть договор у вас не меняется, договор не закрывается. Ладно, давайте тогда, видимо, мы друг друга не понимаем, предлагайте ваши условия, я их послушаю. Я же вам говорю, изменить, соответственно, текущий тарифный план. Так что изменится? Вы говорите, ничего не поменяется? Ноль процентов у вас будет, ноль процентов. Самое главное, вы, и ваш долг, соответственно, увеличиваться не будет, в рассрочку просто погашите свои обязательства. Я про это и говорю. Договор остается тот же, вот смотрите, даты формирования выписки те же, 13-го числа выписка формируется, седьмая дата платежа. По договору там же какой-то процент есть, а это станет ноль. На каком основании? Должно быть основание. Тарифный план. Банк в одностороннем порядке вправе улучшить условия. Ухудшать не имеет права ни один банк. То есть, допустим, 30 процентов сделает 40, ни один банк не имеет права. Улучшить имеем право снизить процентную ставку. Есть такая возможность. Есть возможность ее убрать совсем. Вы слышали, что он сейчас ляпнул? Он забыл, что ли, что он в Тинькове работает? Сколько людей, сколько наших клиентов, клиентов компании Алям приходили и говорили, на бумаге вот одно написано, в результате мы столько-то вот переплатили. Банк, ни один банк не имеет права, но это не значит, что этого не происходит. Сплошь и рядом. А уж Тиньков это образец вот этого безумия, ухудшения условий. И вы еще слышали, да? Вы платите нам, но пользоваться уже деньгами не можете. Вы заплатите нам, мы сформировали уже свои прихоти, свои амбиции. Вот там штрафы, пени, все это в кучу собрали. И вы теперь просто тупо отдавайте нам деньги на эту карту. Карты пользоваться вы не сможете. А мы заодно еще вам никогда не расскажем, откуда взялись эти пени и штрафы. Потому что мы вам с помощью таких вот великолепных специалистов запудрим голову и не пришлем им никаких выписок. Максимум, что мы вам пришлем, это фотографии каких-нибудь буклетов. А откуда сформировались штрафы? На основании чего? Соответствуют ли они действующему законодательству? Это нет. Главное вы платите. Все остальное отговорки. А вот надо платить, это основное. Олежа Тиньков, вот ему никак не получается съездить куда-нибудь там на Сардинию, на яхте покататься, либо поменять автомобиль. Но вы, главное, платите. Платите, платите, и вы не должны даже думать, за что вы платите. Это удел нищебродов, как говорит Олежа из последних его заявлений. Я говорю, может быть, вы не ухудшите, а оставите все как есть. Тогда как-то вообще интересно. Вот сейчас вносить, бежать, занимать деньги, 25 тысяч бежать в банк, все останется на своих местах. И что я потом скажу? Мне с приятным голосом звонил какой-то парень, девушка, и говорили мне какие-то условия. Скажут, а где бумага? Где, где? Это же ваш же оператор. Ну, бумага в любом случае, если мы сейчас с вами договоримся, в рамках банка все фиксируем, соответственно, после нашего разговора в банк перезваниваете по телефону горячей линии, есть ли с вами договоренность, узнаете, соответственно, проверяете данные, пожалуйста. Нет, не сказано. В чем сомнение? Ну, бумага, Руслан Сергеевич, в любом случае, ну, вот как вы представляете, мы сегодня с вами разговариваем, соответственно, а почта России идут документом, ну, порядка трех недель, ну, 14-20 дней. А, идут документы у вас. Прекрасно все делается. Также вы мне присылаете письмо с суперпредложением, заверенным печатями и подписями лиц, которые имеют право это делать. С этими условиями со смены тарифных планов. У меня появляется этот документ, и там будет указано, допустим, как я предполагаю, сроки, что, допустим, такого-то числа, вам надо внести, ну, какую-то сумму, и автоматически на основании вот этого документа у вас меняется тарифный план, на основании внесения денег меняется тарифный план. Руслан Сергеевич, ну, это три недели, еще три недели даже документа. Мы не направляем никогда документы заранее. Смысл направлять документы, если вы не будете платить? Хорошо, пришлем вам документ, у вас будет документ, вы скажете, банк Тинькофф мне пообещал, но я ничего не сделал, соответственно, и все. Смысл вам направлять документы, если вы не платите? А сейчас, получается, я оплачиваю, ну, и банк Тинькофф мне, опять же, что-то пообещал, но только на словах. Руслан Сергеевич, я первый раз, честно, слышу такие вопросы. Ну, можно. Люди, которые заинтересованы, не платят. Они вносят, сутки нужно, если есть действительно денежные средства. Внести нужно сутки, либо, если деньги есть сейчас, вносят прямо в течение часа. Ну, что и требовалось доказать, именно такие вам и нужны. Именно такой человек – ваш идеальный клиент. И очень жаль, но приходится констатировать факт, таких людей очень много, которые, услышав голос из трубки, бегут и платят. А человек вот сейчас зеркальную схему нарисовал. Получить предложение от своего партнера, ну, в данном конкретном случае с большущей натяжкой банк, можно назвать партнером человека, да, получить предложение, чтобы банк не мог, как говорят, врубить заднюю скорость. А вот с этим предложением сутки, там, конечно же, банк позиционирует сутки. Нет, ты давай сделай по-человечески, чтобы по почте России с момента вручения, там, заказным письмом человека было какой-то, как вариант, вот как вот в суде, да, там 10-15 дней для принятия решения, для подготовки каких-то, может быть, встречных предложений и так далее. Вот так. Что тут такого? Нет, смысл нам, слышали, смысл нам отправлять для вас документы, если вы вдруг передумаете. А нам есть смысл услышать вот этого псевдоспециалиста в трубочке и побежать срочно оплатить деньги, да, а потом понять. А таких случаев, вам серьезно говорю, среди моих клиентов, клиентов компании Алям, вагон и маленькая тележка. Когда им по телефону говорят одно, они выполняют вот подобные условия, а потом им по тому же телефону говорят, кто с вами разговаривал? Да нет, ничего такого не было. Очень много. Просто откровенно брешут просто человеку вот такую вот чепуху. А потом, естественно, говорят, да нет, никто и ничего. И человек ничего доказать не может. Потому что разговоры вот эти телефоны никуда не приобщить. Судья их слушать не будет. Но если бы на руках у человека был документ, который гарантировал бы ему определенные условия, смягчение от тех самых условий, то вот с этим бы документом, если бы банк не выполнил свои обязательства, можно было обратиться куда угодно. Но этот документ нужно писать на основании договора. А это камень преткновения. У банка, Тинькофф, нет никакого кредитного договора. Что должно быть обязательно на основании закона о банках и банковской деятельности, вот эти кредитно-финансовые отношения должны фиксироваться долговой распиской. На языке банкиров это кредитный договор. Мы тут видим только оферту и анкету. И все. Я это расцениваю как подаренные деньги. По-другому я это не расцениваю. Давайте дальше слушать. Никаких проблем нет, потому что предложение банк делает единожды данные, соответственно, для решения данного вопроса. И дело в отдельной реструктуризации вечно держать банк тоже не может. Постоянно предлагать вам выход, если вы не платите. Но вы сами понимаете. В этом нет никакого смысла. Ну, я думаю, мы сейчас не придем вообще никакому мнению. Ну, если вы не заинтересованы к решению, конечно, мы не придем к выводу. Я хочу вывести это на официальный уровень, чтобы это все было по закону, чтобы потом в случае каких-то там непредвиденных в форс-мажорных ситуациях, не знаю, там, ну, всякие разные, да, бывают. Такого не может быть. Ну, мало. Такое просто невозможно. В рамках банка Синькоффа никаких проблем нет. Документы потом направляем, если тарифный план действительно нужен. Если он действительно нужен после активации этой программы. Вы мне предлагаете верить на слово. Я так не привык верить на слово, потому что договор я уже наподписал. Ну, у вас есть, Руслан Сергеевич, у вас есть, пожалуйста, ваш договор, который у вас есть, соответственно, сейчас, согласно которому вы не платите. Что изменит договор с лучшими условиями? Я думаю, ничего не изменит, если у вас нет финансовой возможности. У вас сейчас есть договор, согласно которому вы должны платить 7-го числа. Ваш минимальный платеж. Ну, ничего не меняется, вы все равно не платите. Ну, а тогда зачем мы вообще разговариваем? Ну, а как, вы заинтересованы вообще решить данный вопрос в добровольном порядке? Потому что я не исключаю, банк вправе выставить уже всю сумму долга на основании статьи 811 гражданского кодекса. Мы уже выставляли всю сумму долга. Всю сумму? Да, всю сумму. Да, и первый раз я вам такое слышу. Сейчас в реструктуризации дело находится, сейчас в добровольном порядке. А до этого она была на взыскании, мне выставляли всю сумму. Я должен был оплатить всю сумму долгом. Мне звонили угрожающим тоном, говорили, чтобы я соучно бежал и оплачивал. Грозили мне нотариусами, исполнительными производствами в ССП. То есть, ну, я наслушался, знаете, как я тут самообразованием юридическим занимаюсь, прямо у него самому уже интересно. Ну, говорю, ну, банк не хочет со мной официально работать. Да, пожалуйста, если выписки нужны, звоните в банк, вам только данные нужно предоставить, мы и направим. Помимо выписок, 21 пункт, который я запросил, 21 документ. Ну, смотря что за документы, в любом случае, коллеги должны вас проинформировать, должны были вам ответить в полном объеме. Коллеги мне, я говорю, мне с карточки вот эти платежи прислали, и, говорю, серокопию буклета. Все, ни на один пункт мне вообще не ответили. Ну, а какие части вам нужны, хорошо, какая часть договора вам нужна, поможет в решении вопросов в банке Синькофф? Да мне все, все документы мне помогут. Нет, ну, все это, Вань, что все? Я, во-первых, не могу это, опять же, озвучивать по телефону, какие документы я просил, потому что это было... Название документа является какой-то тайной разве, персональными данными, почему? Да, потому что я непосредственно, потому что бездоверенность у вас работать может только один человек в вашем банке, и поэтому я все направлял ему. А письма вообще, это конфиденциальная информация, и выдавать телефон ее тоже, что я там просил. Господа Сергеевич, я вас понял, скажите, вы готовы внести завтра, получается, если вы можете 12 тысяч внести и перевести вас на льготные условия? Готовы оплату предвести? Я говорю, только на бумаге, только с ответом банка, как вы, я запрашиваю, мы будем дальше... Ну, в любом случае, мы не направляем до... потому что все условия рассматриваем индивидуально, в первую очередь. Да, я понял, я вас слышал, да, у вас такая... В любом случае, сейчас остается, соответственно, неустойка, также действует 19% годовых на всю задолженность, плюс штрафы за неоплату ваших минимальных платежей. Намеренный вопрос в добровольном порядке решить, находите денежные средства, звоните в банк по телефону горячей линии. Выписки, если заинтересованы, получить, вам нужно сейчас почту продиктовать актуально, пожалуйста, я вас на коллег переключу, направить, соответственно, вам... Я это отправил письмом, говорю, по телефону, я вообще вопросы решать не намерен, я могу с вами поговорить, ответить вам, ну, вашим коллегам, а решать какие-то серьезные вопросы, это неправильно, я считаю. Ну, в любом случае, есть намеренный вопрос, ищите деньги, звоните в банк, соответственно, для решения данного вопроса. Я вас услышал. До свидания. Всего доброго. Друзья, предвижу кучу комментариев, типа, да вот, нормально разговаривал, типа, редкость для Тинькова, согласен, но это интонации. Но до какой степени, вот он, хитрый жук, да, вот этими интонациями пытался, вот, простую бабушку, либо какого-нибудь мужичка такого, от Сахи, что называется, да, ввести в заблуждение вот этим вот псевдо-вежливым тоном, очень легко. И пойдет же и заплатит человек, и отдаст последний, даже не последний, а в минус уйдет, пойдет, займет. Вот, может, и воровать пойдет, может быть, и действительно чужое заберет у кого-то, ну, все, что угодно. И вот, вот, знаете, когда что-то понимаешь, и вот слушаешь вот этот вот бред, вот этого вот сотрудника банка Тинькова, и начинаешь, не начинаешь, а просто вот убеждаешься, сколько у меня этих роликов на канале, вы посмотрите. Потому что, е-мое, вот это да, вот же вот змеиное-то логово, где вот, и не только в Тинькове, а вообще вот во всей банковской системе. Да, блин, друзья, я и говорю, не надо отчаиваться, не нужно выживать, можно жить спокойно, совершенно можно жить, но вот, чтобы не они за наш счет жили. Почему-то они допускают, что могут жить за счет народа. Давайте и мы будем жить за счет, вот, за их счет. И это сделать легко. И вот мы, допустим, совершенно спокойно можем любой ваш кредит, да, потребительский, как говорится, сделать, создать условия, когда самим банкирам будет выгодно отказаться от претензий. Это и все. Не верите, посмотрите у нас на сайте, ссылка есть в описании любого ролика. Ну, если хотите, вот сейчас в правом верхнем углу кликабельная подсказочка выходит. Вот она, на сайте есть видео, посмотрите его и все поймете. Ставьте заявочку, вам перезвонит наш специалист. Но только сначала посмотрите видео, давайте так договоримся. И после этого оставляйте заявку на обратный звонок. Мы с вами свяжемся и свяжемся мы в рабочее время. Пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. И поговорим все там, если у вас какие-то вопросы. И давайте вот не бояться. Можно совершенно спокойно, если вам нечем платить, или вы не хотите платить, не можете платить. Это можно не делать. Вам вот доказательства. Они пытаются нас обманывать. Почему же мы должны быть кристально честными, это вот этот синдром гусара проявлять? Нет, не обязательно. Подумайте 150 раз, прежде чем нести последние деньги вот этим вот упырям. Я призываю, снимайте всю наличку с счетов банка Тинькофф, режьте эти карты. Напоминаю, переговоры с банком Тинькофф у меня сейчас в приоритете. Присылайте мне на электронную почту, адрес электронной почты в описании есть. Записывайте видео, как вы уничтожаете эти карты. Я обещаю, буду выкладывать у себя на канале. С вами был Кузнецов, Дмитрий Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.